Раненбаумский дворец Барочный пирог на берегу Финского залива И символ казнократства Да, дорогие друзья, из песни слов не выкинешь Как гласит легенда, была у Петра Первого палочка Чуть больше, чем бейсбольная бита И с помощью этой палочки творил он чудеса Огреет нейродивого вельможу, и тот начинает работать Наиболее частое знакомство с палочкой имел Александр Данилович Меньшиков Первый петербургский губернатор История Меньшикова — это американская мечта по-русски Self-made man, который начинал с торговли пирожками В районе Мясницких ворот в Москве А стал вторым человеком в государстве Хотя вот Пушкин утверждал, что никакими пирожками Меньшиков не торговал И лакеем никогда не был И что пирожки — это не более чем боярская клевета Принятая на веру историками Но не суть Меньшиков был выдающимся политическим деятелем Выдающимся полководцем И выдающимся казнокрадом Если Николай Первый мог по легенде сказать своему сыну «Знаешь, Сашка, у меня есть такое впечатление, что в России не воруют два человека — ты и я» То Петр Первый даже подобной фразой произнести не мог Когда умер Лефорт, Петр Алексеевич сокрушался, что осталась у него одна верная рука Вороватая, но верная Вот таким и был Меньшиков — вороватым, но верным Именно его склонность к злоупотреблениям послужила основой для всем известной байки, которую вы можете встретить во многих путеводителях Мол, Петр Первый, уезжая с границы, поручил Меньшикову строительство здания 12-й коллеги, которое должно было протянуться вдоль набережной Невы и стать логичным продолжением кунсткамеры В качестве награды император разрешил своему подопечному использовать освободившуюся землю для постройки собственного дворца Не мудрствуя лукаво, Меньшиков решил расположить здание 12-й коллеги торцом к Неве, загробастав таким образом освободившийся лакомый кусок земли Вернувшись из заморских краев, Петр Первый рассверепел и провел курс воспитания, используя уже известный нам инструмент Одно дело, когда встречаешь эту байку у какого-нибудь собирателя легенд, другое дело, когда она вдруг всплывает в книге Льва Гумилева «От Руси до России» Таким образом, автор пытался показать, насколько вороватым был Меньшиков Дело в том, что изначально центр города планировалось устроить на Васильевском острове Если взглянуть на самый первый план Санкт-Петербурга, разработанный Леблоном То можно увидеть, что зданием 12-й коллеги планировалось ограничить формировавшуюся тогда главную площадь города Калежскую Так что строительство здания 12-й коллеги происходило согласно плану, а не по хитрости первого петербургского губернатора Что, однако, не мешало ему воровать в других местах и получать по полной от первого российского императора Который все прощал своему слуге, а тот, в свою очередь, знал, как угодить своему господину Например, здесь, в Вороненбауме Место было выбрано не случайно Это была конечная точка Петергофской дороги Отсюда уже на пароме добирались до Кронштадта И она же стала конечной точкой в государственной карьере вермящика Который после смерти Петра Первого вознесся в своих мечтах на самый пик карьерной лестницы Генерал Манштейн вспоминал Он поехал в Вороненбаум, за горный дворец свой восьми верстах от Петергофа У него тут строилась церковь, имеется в виду домовая церковь, которая находилась во дворце Которую он хотел осветить На эту церемонию приглашены были императоры и весь двор Ну, опять-таки, речь идет уже про императора Петра Второго Но так как врагами Меншикова недаром грозила месть в его случае примирения его с государем То они научили последнего отказаться от приглашения под предлогом нездоровья Что он и сделал Меншиков, однако, еще не видел в этом доказательство совершенной немилости Он снова поступил неосторожно, заняв во время церемонии место в виде трона Предназначенное для императора И это обстоятельство выставили на вид его враги и тем довершили его погибель После Меншикова Рененбаумское поместье переходило из рук в руки разным дворцовым канцеляриям и коллегиям Пока не стало собственностью малого двора Петра Федоровича и его супруги Екатерины Когда она разделывалась со своим супругом, то вся эта местность превратилась в плацдарм для экспериментов архитектора Ренальди Который хоть и творил в стиле барокко или рококо, но уже привносил в свои постройки элементы классицизма А для главного развлечения катальные горки построил пышный павильон, который сохранился до наших дней Изначально это гигантское сооружение было возведено в Царском селе по проекту Нартова и Расстрели А уже потом оно было воплощено здесь Представьте себе площадку высотой 20 метров И с нее по деревянным рельсам вниз скатывается тележка Она могла быть в виде гондолы, зверя, колесницы Это все тоже были придумки Нартова Тележка скатывается вниз, поднимается на следующую горку, потом опять вниз и так несколько раз Екатерина очень любила это развлечение до тех пор, пока в один прекрасный в кавычках день Чуть не свернула себе шею в Царском селе, орлов спас Императрица и так нечасто посещала Ароненбаума, а после того случая в Царском селе и совсем забросила Это место, горка стояла, разрушаясь, пока окончательно не рухнула в 1813 году Остался только ландшафтный портер, обозначающий границы и длину самой этой горки И Ринальдевский павильон Сегодня это вполне самостоятельная постройка, которую вы можете полюбоваться А благодаря компании «Балтийская жемчужина» вы узнали еще массу интересных подробностей Из истории дворцово-паркового ансамбля Ароненбаума Субтитры создавал DimaTorzok